МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель КНР и член политбюро ЦК Компартии Вьетнама провели переговоры в Пекине. Си Цзиньпин встретился с иностранными участниками Китайской международной конференции дружбы. КНР и ОСИАН развивают сотрудничество и экономическую интеграцию. Торговля туристическими услугами в Китае выросла почти в полтора раза. В Гуанчжоу открылась кантонская ярмарка. Чиновники из стран Центральной Азии познакомились с достижениями Синьцзяна. В Поднебесной отметили День пожилых людей. В медиа-корпорации Китая представили программу продвижения национальных брендов. На театральные подмостки Фуджоу вышли артисты из разных стран мира. Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Вьетнамом на высоком уровне, вместе обеспечивать международную справедливость, содействовать прогрессу и строить сообщество единой судьбы. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с членом политбюро ЦК Компартии Вьетнама Леонг Кеонгом. «Приверженность обеих стран социализму – это прочная политическая основа для развития двусторонних отношений», – подчеркнул лидер Китая. Он предложил обмениваться опытом управления на уровне партий и правительств, чтобы сформировать беспроигрышную модель сотрудничества и реализовать потенциал партнерства. Си Цзиньпин также отметил, что предстоящее 75-летие дипломатических отношений между странами и год культурных обменов – это возможность для дальнейшего укрепления связей. В свою очередь Леонг Кеонг поздравил КНР с годовщиной образования и заявил, что Компартия Китая под руководством Си Цзиньпина привела народ к большому успеху. Он подчеркнул, что Ханой продолжит расширять сотрудничество с Пекином по всем направлениям, чтобы и дальше укреплять двусторонние отношения. Семидесятилетие Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами в Поднебесной отметили серией мероприятий, а также провели международную конференцию дружбы. С иностранными участниками этих событий встретился лидер КНР. Си Цзиньпин поблагодарил их за укрепление теплых связей между Китаем и другими странами и назвал дружбу народов неисчерпаемой движущей силой, укрепляющей мир во всем мире. По его словам, многие достижения Китая были бы невозможны без поддержки зарубежных друзей. Многочисленные иностранные предприятия, организации и частные лица активно участвуют в продвижении социалистической модернизации республики. Они добиваются взаимной выгоды и развивают дружественные обмены с Китаем. Си Цзиньпин подчеркнул, что перед лицом невиданных перемен на мировой арене КНР готова расширять взаимодействие с друзьями из разных стран. Опираясь на уникальную модель народной дипломатии, Пекин намерен создавать сообщество единой судьбы человечества. Китай открыт к сотрудничеству с другими странами, чтобы продвигать принципы мирного сосуществования и строить сообщество единой судьбы человечества. Такое заявление сделал премьер Госсовета КНР Ли Цян на 19-м Восточно-Азиатском саммите в Лаосе. Он призвал ускорить создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли и экономическую интеграцию региона. Китайский премьер провел несколько двусторонних переговоров на полях саммита ОСЕАН. Так, камбоджийского коллегу Хун Манета он заверил, что Пекин готов расширять сотрудничество в рамках двусторонней программы «Алмазный шестиугольник» и запускать новые качественные совместные проекты. В ходе разговора с премьер-министром Японии Сигэру Исибой Ли Цян подчеркнул, что прогресс двух стран открывает полезные возможности для каждой из них. Китай готов сотрудничать с Японией и использовать преимущества обеих сторон для совместной работы и развития. На встрече с премьером Австралии Энтони Альбанезе Ли Цян отметил, что международному сообществу нужен мирный, стабильный и процветающий азиатско-тихоокеанский регион. Китайский политик подчеркнул, что КНР готова делиться возможностями развития, укреплять обмены и расширять сотрудничество. В первую очередь в торговле и инвестициях, зеленых технологиях и научно-технических инновациях. На той же площадке Китай и ОСИАН завершили переговоры об обновлении соглашения о свободной торговле. Его новая версия охватит 9 областей сотрудничества, в том числе только зарождающиеся направления со значительным потенциалом. В соглашение включили цифровую и зеленую экономику, учли взаимосвязанность цепочек сбыта. Достигли прогресса и в традиционных сферах. Например, для таможенных процедур установили новые стандарты услуг и создали новые механизмы взаимодействия. В целом сотрудничество стало намного шире. Новые правила позволят предприятиям Китая и стран ОСИАН снизить себестоимость торговых операций, увеличат доступность и взаимосвязанность рынков. Работа над новой версией соглашения продолжалась почти два года. Стороны отметили в совместном заявлении. Завершение переговоров говорит о стремлении углублять экономическую интеграцию и практическое сотрудничество. Это становится особенно актуальным с учетом сложной глобальной обстановки и необходимости восстанавливать экономику после пандемии. Сейчас Китай и ОСИАН ускоряют юридическую экспертизу и внутренние процедуры, связанные с оформлением соглашения. Обновленный протокол планируют подписать в следующем году. Общий объем торговли услугами в Китае за первые восемь месяцев этого года составил почти 5 триллионов юаней. Это данные Министерства коммерции КНР. Показатель увеличился более чем на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Лидирует индустрия туризма и путешествий. Объем торговли в этом секторе вырос на 45%, а выручка превысила триллион 300 миллиардов юаней. В Гуанчжоу стартовала 136-я китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, также известная как Кантонская ярмарка. 74 тысячи стендов разместились на площади более полутора миллионов квадратных метров. В центре внимания три основных раздела – продвинутое производство, качественный дом и комфортная жизнь. В программу вошло около 400 мероприятий, на которых эксперты обсудят новые продукты и технологии. По сравнению с предыдущей выставкой, количество цифровых интеллектуальных продуктов увеличилось в четыре раза, а число низкоуглеродных экологичных решений – почти в два с половиной. Ярмарка продлится до 4 ноября в гибридном формате. В ее работе только в режиме офлайн примут участие свыше 30 тысяч предприятий. Более 4,5 тысяч из них – впервые. Чиновники из стран Центральной Азии посетили Синьцзяну и Гурский автономный район. Это часть программы обмена опытом между государствами. Делегация посетила пограничный переход Иркештам на китайско-киргизской границе, контрольно-пропускной пункт Харгос на границе с Казахстаном, города Кашгар и Урумчи и другие ключевые места региона. Во время поездки чиновники обсудили культурные обмены, организацию работы пограничных переходов и логистических центров. Во время поездки мы для себя тоже более подробно узнали, вообще как устроена документация, процесс перехода границы автотранспортных средств, также созданы условия для приграничной торговли, какие здесь мы для себя узнали. У нас действует безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Это у нас создает благоприятные условия для предпринимателей, для ведения бизнеса. И мы со своей стороны готовы приложить все усилия для реализации наших планов глав государств Казахстана и Китая. Поэтому мы приложим со своей стороны все условия максимально для развития наших торгово-экономических сотрудничества. Зарубежные гости отметили, что визит поможет углубить сотрудничество Китая и стран Центральной Азии. Жители Китая отметили Чуньян – День пожилых людей. Торжество проходит ежегодно в девятый день девятого месяца по лунному календарю. В древности во время Чуньяна люди поднимались в горы, чтобы сделать подношение предкам, помолиться об удаче и долголетии. Сейчас в праздничный день китайцы готовят особые угощения, например, девятислойный пирог. Блюдо символизирует благополучие. Молодежь желает бабушкам и дедушкам здоровья и долголетия. В этом году по случаю Чуньяна в Чунцине прошли специальные банкеты и представления для пенсионеров. В Поднебесной о людях преклонного возраста заботятся не только в праздничные дни. Сейчас в стране набирают популярность услуги по уходу за престарелыми. В разных городах появляются компании, которые помогают искупаться маломобильным гражданам. Одна из таких фирм работает в провинции Шаньси на севере Китая. Сотрудники привозят с собой все необходимое – от надувных ванн до передвижного водонагревателя. Для маломобильных пожилых людей такой сервис очень важен. Им обязательно нужно мыться. Это одна из основных потребностей. Но нам пока трудно оказывать эти услуги каждому. Частные компании в этом очень помогают. Купание длится около часа. Сотрудники компании отмечают – главное в этом деле – чуткое общение и понимание потребностей каждого человека. Когда я вижу, что наши клиенты довольны, я тоже радуюсь. Вот улыбается мужчина, которого мы только что обслуживали. И мы сами становимся от этого чуточку счастливее. Один сеанс купания обходится заказчику в 300-400 юаней. Это 4-5 тысяч рублей. Спрос растет. К тому же бизнес поддерживают власти. В конце сентября Министерство гражданской администрации КНР объявило о стратегических планах по расширению услуг для пожилых на дому. Сила бренда 2025 – проект под таким названием представила медиакорпорация Китая. На презентации выступил глава холдинга Шэнь Хайсюн. Цель проекта – продвигать национальные торговые марки на внутреннем и внешних рынках. Для этого 19 телеканалов и 6 медиаплатформ главного вещателя страны объединят усилия более чем с полусотней сторонних аккаунтов и сайтов. За последние пять лет в программе приняли участие 77 компаний. Все они получили комплексную поддержку по продвижению товаров как в офлайн, так и в онлайн форматах. В рамках проекта также проводятся благотворительные акции. В городе Фуджоу, провинции Цзяньси, проходит международный месяц театральных обменов имени Тан Сянь Цзу, выдающегося драматурга времен династии Мин. Куньшаньская и пекинская опера, драматические и танцевальные постановки. Зрителям представили все разнообразие театральных жанров – от классики до современности. Краски, мелодии и удивительные истории вдыхают новую жизнь в китайскую культуру. Я увидела невероятное сочетание актерской игры и музыки. В последние годы в Фуджоу активно развивают театральное искусство. Здесь воспитывают новое поколение оперных талантов. Для этого запустили специальные программы обучения. Богатое культурное наследие города используют в том числе и для привлечения туристов. Субтитры создавал DimaTorzok